Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Guitar Mania. И сегодня у нас обзор вот такой электрогитары. Это Harley Benton Explorer со звукоснимателями EMG. Ну что ж, погнали! Друзья, ссылка на эту гитару будет в описании под этим видео. Также не забывайте, что сейчас идет кибернеделя в Томане или на Томане. Так что некоторые товары вы сможете купить с большой скидкой. Я, кстати, делал об этом видео, и ссылочки на товары, которые я вам подобрал, будут в описании под этим видео. Так что переходите, смотрите, если вам это интересно. Но на самом деле там гораздо больше товаров, так что можете переходить по моей ссылке и дальше искать те товары, которые вам более всего интересны. Ну что ж, а сегодня я вам расскажу про эту электрогитару. И вы знаете, это Harley Benton. Я люблю очень Harley Benton. Вы об этом все прекрасно знаете, потому что цена-качество, на мой взгляд, это один из самых лучших вариантов. Но конкретно вот эта электрогитара, если честно, мне понравилась не очень сильно. Давайте расскажу почему. Ну то есть я вам расскажу про эту электрогитару в целом. Я также вам расскажу, почему она мне не очень понравилась. Все звуковые примеры, которые мы будем слушать сегодня, пойдут через мой SLD от компании R&R. Так что все честно и лампово, но к звуку, на самом деле именно к звуку, у меня вопросов нет. У меня есть вопросы именно к исполнению этой электрогитары. Ну что ж, как всегда, погнали сверху. Голова. Уже очень много сказано про эту голову. Мне она не очень нравится. Но вот сейчас я смотрю вот этот кадр. И по-моему она выглядит не так уж и плохо. Вот, голова мне не очень нравится. Мне кажется, что вот здесь она несколько тяжеловата. Можно было, наверное, какой-то вырез здесь небольшой сделать. Но в целом, в целом, вроде бы она смотрится неплохо, но я так и не привык к этим электрогитарам. Вы помните, у меня уже был подобный Explorer, только более низкой ценовой категории. Теперь у меня какое-то время находится эта электрогитара. И к форме головы я все-таки так и не привык. Колки. Сзади я вам могу показать колки. Как это лучше сделать? Давайте. Вот так вот. Фокус есть? Я надеюсь, что фокус есть. Как вы видите, колки локовые от компании GoT. И колки здесь на самом деле очень прикольные. И Субтитры сделал DimaTorzok Дальше, если пойдем, нас встречает порожек от компании GravTech Только он, по-моему, не графитовый Так, сейчас я вот эту штуку сниму Здесь написано Tusk XL То есть это не графит, а какой-то Tusk Я не знаю, дешевле он, дороже, чем графит Честно сказать, не знаю Подскажите мне в комментариях под этим видео И первый косяк этой электрогитары, который я вам хочу показать Это как стоит этот порожек Я не знаю, сможете ли вы увидеть что-то на камеру или нет Но он установлен просто отвратительно По-моему, вот так максимально видно Видите, между головой и порожком есть какая-то щель Если посмотреть поближе, краска лежит очень криво Если посмотреть вот с этой стороны Я постараюсь, если не будет видно с такого ракурса, добавить фотографии Вот здесь, видите, порожек, порожек вот этот Лежит не по всей площади То есть он с этой стороны как будто бы висит Если мы смотрим с другой стороны Здесь, по-моему, как По-моему, все хорошо Но с этой стороны прям все очень плохо Видите, как выполнено отверстие В целом-то оно не очень аккуратно Есть там какие-то неровности обработки Краска лежит как-то непонятно То есть, видимо, там быть не должно Но оно туда попало Еще раз посмотрите, как стоит порожек Функционально он на самом деле все выполняет То есть он не очень высокий Но хозяин этой электрогитары говорил, что порожек подпиливали Так что струны здесь были высоковаты изначально Но посмотрите, как он установлен Но это просто так делать нельзя Но я больше чем уверен, что это косяк не в общем Харли Бентона Потому что у меня очень много Харли Бентонов Есть гораздо дешевле электрогитары И на них порожки установлены Ну отлично Так установлены, как должны быть Это косяк конкретно именно вот этой гитары То есть не модели в целом, не Харли Бентона А конкретно вот этой гитары На этой гитаре сделано плохо Идем дальше У нас гриф Давайте сразу расскажу про дерево Тут все классически Красное дерево, но там написано Махагани в скобочках Сапеле Гриф у нас тоже Махагани в скобочках Сапеле Но это один из, как я понимаю, сортов Махагани Накладочка у нас Ebony 22 Lada Что касается ладов Сделаны они очень прикольно Они скользкие, они отполированы Они хорошо закатаны Все с ними отлично Они крупные, то есть вы можете их сточить Потом шлифануть и опять играть на этой электрогитаре Но непонятно почему Эта электрогитара Она дребезжит вся По всем ладам Причем она отстроена максимально хорошо То есть прогиб грифа отстроен Высота отстроена Ну, полтора миллиметра, как я люблю И все равно она Но даже мне кажется, что она дребезжит Как-то, ну, не так, как должна Должна дребезжать Но не так сильно Конечно, это такое себе замечание Возможно, стоит слегка шлифануть эти лады И все будет хорошо Но с первого взгляда Вот именно из коробки Это вот так Опять же, у меня куча гитар Harley Bentley С которыми проблем нет Именно с этим экземпляром Вот такая проблема Редактор субтитров А.Семкин Идем дальше Конкретно уже касается всей модели А не именно этой электрогитары Видите, она у меня висит На ремне Ау! Я опускаю И она прям падает Я даже испугался Я думал, гитара падает Отпускаю Она падает То есть Нэкдайвинг У этой электрогитары Очень явно выражен И играть на ней стоя Но прям Не очень комфортно Если Можно так выразиться Конечно, если вы Джеймс Хэтвилд У вас она висит Вот так же низко Вы ее подпираете Здесь рукой Тут играете И вам в принципе Это удобно Лично мне это неудобно Я люблю Когда гитара висит Идеально Эта же гитара Висит Не идеально И На самом деле Это из-за того Что расстояние Между вот этими Двумя пуговками Она очень маленькая И получается Что очень длинный гриф Относительно Этого расстояния Из-за этого Идет Нэкдайвинг То есть Это косяк Конкретной модели Электрогитары Идем дальше Электроника С электроникой Все в порядке Переключатель Трехпозиционный Тон громкость Никаких отсечек Нету Звукосниматели Здесь EMG 81 Бриджи EMG 60 В Нэке Это прям Классика 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 Это те звукосниматели Которые никогда Не придется менять Потому что Еще раз повторюсь Это самая настоящая Классика Это мои Одни из самых Любимых Звукоснимателей Именно EMG Если посмотреть Мою первую Электрогитару На ней я играл Дольше всего На ней Я играл лет 10 Наверное И на ней стояли Звукосниматели Именно EMG Правда Там были 81 85 Здесь стоит 81 60 Но для меня На самом деле Нету большой разницы Какой звукосниматель Стоит В Нэке 85 Точнее Или 60 Самое главное Что в бридже Стоит 81 И вот это Очень круто Если вы смотрите Вот такую Электрогитару И собираетесь Приобретать То есть По-моему Она в районе 19 тысяч Стоит Если здесь Стоят Звукосниматели Розвелл Но если Стоят Звукосниматели EMG Она уже Стоит 27 тысяч И вот эти 8 тысяч Разницы Это на самом деле Стоимость Одного Звукоснимателя Так что Если вы Хотите Когда-нибудь В процессе Поменять На этой гитаре Звукосниматели Я вам сразу Советую Покупайте На 8 тысяч Дороже Но сразу Со Звукоснимателями EMG 81 EMG 60 Потому что Комплект Этих Звукоснимателей Вам обойдется В 200 Долларов Это Будет 14 15 Тысяч Рублей Что Дальше Это Покрытие Абсолютно Матовое Покрытие Розового Цвета Вы видите Да Что Эта гитара Розовая Она Возможно Кажется Белая Но вот Вот Гитара Белая Это Гитара Розовая Она не то Чтобы Прям Розовая Розовая Но она Слегка Она как будто Знаете Белая Слегка 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 Розовая И она Даже В названии Называется Pink И сейчас У Harley Benton Вышло Много Новых Моделей Это Новые СГ Которые По-моему Называются Гото Там У них Все Гото Стоит Это У нас Лес Полы Новые Тоже По-моему Гото Вот Эти Гитары Потом Новые Далаханы И везде Нету Просто Белого Цвета Я не Понимаю Почему Там Нету Белого Цвета Есть Именно Вот Такой Слегка Розовый Для Чего Harley Benton Вы Это Делаете Но Электрогитары Это Относится Как К СГ Это Относится И К Синглкату То есть К Лес Полу Я Хочу Белую Электрогитару Я Не Хочу Покупать Розовую И Для Того Чтобы Мне Купить Белую Электрогитару Мне Приходится Выбирать Немножко Другую Модель Harley Benton Не Ту Например Которую Я Хочу Если Я Хочу Именно Гото Смотрите Электрогитара Висит Стоит Сейчас На распродаже 11000 Рублей Но После Распродажи И до Распродажи Она Стоила 13000 Рублей Гитара Сделана Ну Просто Идеально Вот Эта Электрогитара Покрытие Но Здесь Оно Я Не знаю Как Это Сказать Оно Странное Тут Много Косяков Я Не Буду Обо Всех Рассказывать Вот Здесь Какой Недочет По Разовалась Вот Здесь Вот Здесь В общем Не Очень Хорошее Это Покрытие На самом деле Мне Не Понравилось Оно Матовое Конечно Это Супер Удобно Для Игры То Здесь Рука Скользит Здесь Рука Скользит Но В целом По Ощущениям Мне Эта Гитара Не Очень Понравилась И Смотрите На самом Деле Есть Еще В продаже Такие Же Электрогитары Только Предыдущие Итерации Так Скажем Которые Называются White Vintage Или Что-то Типа Того Они Реально Белые Там Белые Такой Желтоватым Оттенком Там Белые Ну И Черные Есть Я Вам Оставлю На них Тоже Ссылки И Я Советовал Наверное Лучше Брать Те Гитары Нежели Вот Эти Белые Белые Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, ну что еще рассказать об этой электрогитаре я даже и не знаю В целом, вот в целом, гитара неплохая Но почему-то конкретно вот в этом экземпляре очень много косяков Причем здесь были, как рассказывает владелец этой электрогитары Еще косяки по покрытию, в том смысле, что она была грязная То есть он ее здесь тер, вот он ее где-то вот здесь тер Вот здесь есть, прямо в общем он ее дотер до глянцевого состояния Но такое себе на самом деле, если честно, сегодня я немножко разочарован в Hard Benton Я бы такую гитару себе не купил бы Если она вам, конечно, нравится, покупайте Я думаю, что в целом за свои деньги это хороший инструмент Звучит-то хорошо К звуку вообще никаких претензий Потому что везде красное дерево и звукосниматели IMG Окей, друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на канал Нас ждет много всего интересного На канале уже около 300 видео, посвященные электрогитарам Ну а будет еще больше Ну что ж, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Обязательно нажимайте колокольчик Друзья, я тут посмотрел статистику Оказывается, из всех моих подписчиков В уведомления приходит только одной тысяче человек Вы представляете, одной тысяче человек Друзья, нажимайте колокольчик, иначе вы не будете знать о том, что вышло новое видео И вам просто не приходят уведомления Я думаю, это нужно сделать Еще одно, я тоже посмотрел статистику Около 80% всех просмотров моих видео сделаны людьми без подписки Друзья, если вы меня смотрите и у вас не оформлена подписка Нажмите эту кнопочку подписаться и колокольчик Вам это ничего не стоит А мне это будет по статистике очень хороший плюс Не забывайте, что идет распродажа на Томане Ссылочки на товары, которые я для вас подобрал Также в описании под этим видео А меня зовут Сергей, и это был канал Гитармания Всем позитивного настроения До встречи на Ютубе!